В ВОЦ напоминают, что независимо от того, о каком варианте коронавируса идет речь, чрезвычайно важно и дальше принимать уже известные эпидемиологические и социальные меры. Тема продолжим с доктором медицинских наук, профессором Адельем Гейбулаевым. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, доктор. Ну вот, несмотря на увеличение числа заболевших, люди все-таки продолжают, как мы видим, нарушать карантинные меры. Вот к чему же все-таки это может привести? Во всем мире начинает ухудшаться эпидемиологическая обстановка и европейских странах, Соединенных Штатах, Средней Азии и других местах. Например, в некоторых клиниках в Германии еще возобновляются так называемые COVID-клиники, то есть COVID-отделения. То есть здесь уже размещаются в больнице COVID-19, потому что их число начинает, продолжает увеличиваться. Это говорит о том, что идет новая волна. И мы, конечно, с одной стороны, должны соблюдать обязательно карантинные меры строго, потому что ужесточение или смягчение карантинных обстоятельств непосредственно зависит от эпидемиологической обстановки. Если обстановка ухудшается, мы должны соблюдать эти меры. А карантинные меры в основном направлены на ограничение его по возможности прекращения контактов людей. А где эти контакты осуществляются? В предприятиях, в снижении общественного питания, то есть в ресторанах и так далее, которые составляют большую сеть в Акширомском полуострове. И там везде нарушаются карантинные меры. Это я недавно читал в одном из стопей, чтобы не сделать антиреклам, я не называю, но в общем, там журналисты сидели до часа, там ресторан без всяких карантинных мероприятий. Это, в принципе, сплошь и рядом. Надо все это признаться в этом. Еще, еще люди, конечно, не соблюдают карантинные меры, как тут уже все прошло и пандемия уже закончилась. Расслабились немного. Дело в том, что, пошла релаксация, дело в том, что пропаганда идет не в своем форме, то есть она очень слабая. И насчет и вакцинации, и насчет и карантинных мероприятий, и насчет и эпидемиологической обстановки в стране, чтобы люди осведавляли правильную информацию. Если нет правильной информации, это место замещается уже слухами и другими неправильными информациями, то есть импадемии. А импадемия уже очень мешает в борьбе с пандемией. Поэтому я считаю, что оперативный штаб или другие соответствующие органы, которые отмечаются в борьбе с пандемией, COVID-19, они должны полностью организовать свою работу для новой волны, то есть усилить карантинные меры, привести определенные ограничения в разных местах, особенно в отношении общественного питания, ресторана, кафе и других местах. И, естественно, транспорт тоже не надо забывать. Если мы не будем соблюдать это, если не будем принимать предварительные, привести меры, конечно, это будет уже вызывать большую арену возвращения. Опять и в районах, и в общеносном полосе, в Баку, естественно, тоже будут определенные трудности в больнице. Для облаконных больных тоже будут определенные трудности. Конечно, к такой ситуации не хочется возвращаться. Вовремя, в карантинные меры, чтобы предупредить соответствующие трудности, которые ожидают нас в предыдущем. Доктор, вот некоторые делают первую дозу, первый укол, а на прививку второй дозы не приходят. Вот с какими рисками они могут столкнуться, вот те люди, которые пренебрегают, скажем так, вторым компонентом вакцины? Вот видно, что новый штамм, скорее всего, это делка штамм, который уже распространяется в более 100 странах. Это уже глобальная пандемия, новым штаммом COVID-19, который вызывает COVID-19. Она сегодня себе проявляет совершенно новыми клиническими данными, принесемые признаками, симптомами. Во-первых, заболевание встречается с средством молодых больше. И более тяжелым своим причинам еще, и, конечно, вот это распространение и укорочение программального, то есть инкубационного периода, в трое укоротилось. Вот это уже информация международного центра по прогуляции заболеваний, то есть в предыдущих центрах. Поэтому вот в Индии что мы замечали? Замечали то, что вот около полумиллиона человек почти погибли, несколько миллионов, довольно большое количество населения заразились, и вот сжигание трупов на улице, так далее. Это недавняя история. Поэтому мы должны вводить уроки из этих, конечно, тяжелых сцен, которые наблюдались в Индии. И весь мир сегодня принимает соответствующие меры по рекомендациям ВОЗ. И Азербайджан тоже, конечно, должны. И те, которые не соблюдают эти меры, они не соблюдают и свою жизнь, и жизнь других, которые окружают их. Спасибо вам большое за ваш комментарий. Я напомню, у нас на связи был Адель Гейбулла, это профессор доктора медицинских наук. Продолжение следует...